Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Сегодняшний обзор будет очень теплым, потому что он посвящен всецело моему клану Dark Masters. 17 октября 2014 года клан Dark Masters был основан совместно тремя игроками. Мной, Тимой Сатанистом и Лешей 82. Совместно с этими людьми мы основали клан Dark Masters, и тогда, конечно же, не было речи ни о создании ютуба, ни о проведении каких-то турниров, стримов и всего прочего. Мы просто играли для себя, нам нравилась игра, и спустя 3 года, 17 октября 2017 года, мы наконец-таки достигли дня рождения 3 годика. Ровно 3 года назад этот клан был создан, и вы можете видеть, каких успехов мы добились сейчас. И я думаю, что у каждого из вас, скорее всего, есть свой постоянный клан, в котором вы проводите квшки, возможно, общаетесь, а может быть, даже иногда и пересекали с кем-то своего клана. Но лично для меня клан Dark Masters стал не просто каким-то игровым понятием, в который я захожу, чтобы провести атаки, перекинуться парой фразы и уйти. Нет, на самом деле, Dark Masters полностью перевернул мою жизнь, он познакомил меня с очень классными людьми, и на самом деле, от этих людей в жизни было гораздо больше поддержки, чем, казалось бы, от тех, кто находится с тобой в реальности. И, если честно, то я хочу сказать огромное спасибо за все эти 3 года моим сруководителям, ребятам, которые меня постоянно во всем поддерживают, начиная от войн на КВ, заканчивая какими-то жизненными ситуациями. Вот прошло уже 3 года, мы общаемся каждый день, помогаем друг другу, и, конечно, тематика нашего общения уже ушла далеко за пределы Clash of Clans. Именно за это хочу сказать огромное спасибо, ребят, вы очень круто изменили мою жизнь, и, если честно, я на самом деле не представляю, что бы было сейчас, если бы я тогда, в сентябре 2014-го, не скачала Clash of Clans. Если б я не познакомилась в одном из обычных кланов с Сатанистом и с Лешей. Если бы мы не решили в один прекрасный день, что клан разваливается и нужно куда-то уходить. Если бы я не приняла решение создать свой личный клан, будучи абсолютно маленьким туинхоллом, ничего особо не понимая в игре и даже не видя, как атакуют на более высоких ратушек. Если бы Леша и Тима меня не поддержали, не пришли в тот клан и не сказали, Кать, мы с тобой все-таки пойдем до конца. Если бы мы не стали развивать свой клан Dark Masters, я, честно говоря, вообще не знаю, что бы было сейчас, и был бы ли у меня вообще даже YouTube, если говорить, конечно, про видеоролики. Поэтому огромное отдельное спасибо тем ребятам, кто со мной практически с самого начала, это Илья Погода и Арестан Даурен. Они действительно очень много привносят не только в развитие моего клана, но еще и помогают во всех мероприятиях, во всех начинаниях. Что бы мы ни делали, начиная от массовок, заканчивая турнирами и многое-многое другое, Илья вместе с Арестаном действительно основные звенья в нашей команде. Также отдельное спасибо тем ребятам, кто пришел немножко позднее, но кто по-прежнему оказывает колоссальную помощь и поддержку. Это Саид, Саня, Дима, Назим, Максим и многие-многие другие, кто у нас сейчас находится в нашем клане. Также отдельное спасибо администрации двух наших академов, Dark Masters Light и Mountain Marvel. Ребята проделывают колоссальную работу по приему новых игроков, по обучению, по развитию. И на самом деле это тоже огроменная поддержка всего нашего семейства Dark Masters. Я думаю, что в этом видео стоит немного рассказать про историю клана, потому что очень многие типичные вопросы мне задают на стримах, и я постараюсь как раз таки сегодня на них всех ответить. И начнем мы, пожалуй, с первого вопроса, почему клан называется Dark Masters. Эта история покажется кому-то банальной, кому-то забавной, однако же все дело в том, что я очень долго не знала, как называть свой клан. Мне хотелось придумать какое-то оригинальное, неизбитое название, которое будет отличать нас от других. И чтобы при названии нашего клана сразу шла ассоциация именно с нами, а не с еще десятью похожими кланами. И как раз таки накануне всего этого дела я смотрела сагу Звездные войны, и на тот момент подумывала назвать как-то связанное с Дартом Вейдером, может быть. И на тему этого приходили в голову разные названия. Однако же в итоге я поняла одно, что слово Dark по-любому должно быть, потому что звучит оно довольно неплохо. И кроме того, еще Dark ассоциируется с темным эликсиром, и как мы с вами знаем, темные эликсиры у нас используются только начиная с ТХ-8. А на момент создания клана у меня был шестой-седьмой Таунхол, и мне казалось, что войны за темный эликсир это что-то вообще сверхъестественное. И когда у меня не будут, наверное, я буду просто божеством. В общем, на тот момент относилась я именно так, и поэтому решила, что слово Dark непременно будет в названии. Что касается Мастерс, то мне всегда хотелось, чтобы мой клан был лучший во всем, и именно поэтому я решила, что темные мастера это будет олицетворять и темные войны, то есть одни из самых сильных войнов в игре, и кроме того, мастерство клана. Именно так появилось название клана Dark Masters. Следующий вопрос, который мне частенько также задают на стримах, это вопрос, почему я стала играть в Clash of Clans? Почему мне понравилась эта игра, и чем она настолько меня зацепила, что прошло уже больше трех лет, и я все еще в этой игре. На самом деле, открою вам секрет, но ни одна игра на телефоны и планшеты, кроме Clash of Clans, настолько не захватывала мое внимание, что спустя несколько лет мне все еще интересно играть в эту игру, и интерес не угасает. А все начиналось в обычный день, сентября 2014 года, когда Clash of Clans очень часто показывали в рекламе по телевизору, и мне все-таки стало интересно, почему же эта игра так популярна, что даже уже на телевизоре про нее говорят. Я решила посмотреть, скачать, и была, в принципе, уверена, что через пару дней я ее удалю, как и все остальное обычно удалялось. Однако же, я попала в один из кланов, где мне очень понравилось взаимодействие между людьми. Мне понравились клановые войны, в которые меня начали брать буквально с самых младших ратуш. Я, казалось бы, да, закрывала очень легкие базы, и от меня, по сути, не было толку, потому что эти базы зачастую перекрывались другими ратушами раньше меня. Однако же, мне все равно нравилось, что конечный исход войны — это совокупность результатов от всей команды в целом. И насколько грамотно команды действуют, насколько грамотно ей руководят, настолько и хорошие результаты как раз-таки будут у клана. Все вместе это дало очень мощный стимул к тому, чтобы развиваться. Мы подружились с ребятами, которые были в том клане, где я находилась первоначально, и как раз-таки там и познакомились с Тимой Сатанистом и Лешей 82. Через очень короткое время нас повысили до сруководителей, мы начали руководить, и в этот момент я поняла, что у меня действительно есть какие-то задатки руководства, потому что клан стал играть действительно хорошо, меня уважали, меня слушались, у меня спрашивали совета, и я потихоньку стала понимать, что в роли руководства мне гораздо комфортнее и уютнее. А что самое главное, я поняла, что у меня получается это легко, и мне не нужно специально переступать через себя, чтобы сделать правильное решение. Все получалось как бы само собой. И когда через буквально менее месяца клан, в котором я находилась, начал разваливаться, было, конечно, очень жалко, очень грустно, но к тому моменту покикали большинство состава, пришли новые ребята, и я уже мало кого из них знала. Именно в этот момент и пришло решение, что кажется, пора уходить с этого клана, искать себе новый клан, где будет адекватное руководство, и где не произойдет того же самого, мне не очень хотелось. И тогда я подумала, почему бы не попробовать создать свой клан, тем более, что у меня вроде бы это неплохо получается. После создания клана, когда пришел Тима и Леша, это было действительно очень здорово, потому что я не ожидала, что они придут поддержать какой-то развивающийся клан первого уровня, где глава девушка и совсем невысокого Тонхола, но тем не менее, мои ребята не бросили меня, не оставили одно, и совместно, втроем, мы стали поднимать клан. Поначалу было колоссально сложно, спустя первые два дня у нас в клане по-прежнему находилось три человека, и на самом деле, в какой-то момент я начала понимать, что, может быть, я допустила ошибку, может быть, не стоило создавать свой клан, потому что мы еще не развитые игроки. К нам просто никто не придет. Однако же, ребята меня успокаивали, говорили, что все в порядке, мы сможем, мы справимся. И на самом деле, это тоже очень сильно поддерживало морально. И спустя какое-то время к нам действительно начали приходить люди. Они сначала были разные, сначала к нам приходили очень много бегунков и рашеров, конечно, с которыми ничего нельзя было сделать толкового. Но, однако же, периодически попадались такие ребята, которые на некоторое время поддерживали клан. Не могу сказать, что они оставались на постоянку, спустя какое-то время они все равно уходили. Но, пройдя уже отрезок примерно в полгода, у нас формировался свой состав ребят, которым мы могли доверять и которые стали частью нашей команды. И как раз весной 2015 года с руководителями моего клана Dark Masters предложили мне отличную идею. К нам приходило очень много новеньких, и так как мы все были примерно уровня 7-8 Тунхола, то приходилось очень часто объяснять людям, как разрывать круг драконами. Это было действительно очень нудно, и многие плохо понимали это из чата. Приходилось много писать, много уточнять, и в итоге люди просто запутывались. И как раз-таки тогда сороки и предложили мне, может быть, сделать какое-то видео, в котором я объясню голосом и покажу на примере своей атаки, как это нужно правильно делать. Так и стали появляться первые видеоролики. Сначала они были вконтакте, мы кидали их просто в общую беседу, чтобы всем было удобно. Однако же, спустя какое-то время, когда людей стало больше, мы решили создать отдельную группу, чтобы в беседе ролики не терялись. В эту группу мы публиковали новые видеоролики с новыми стратегиями, и я просто рассказывала новичкам о том, как нужно грамотно выполнять ту или иную стратегию. Со временем это стало действительно весьма интересно. Ребята начали делиться моими видеороликами, со своими знакомыми, своими одноклассниками, друзьями, и как раз таки в тот момент я подумала, что возможно стоит перенести все это дело на ютуб, потому что появлялись такие люди, которые не были вконтакте зарегистрированы, и у которых не было возможности это сделать, и им было бы гораздо удобнее смотреть это на ютубе. Именно так и появился канал Клеопатра. Со временем ролики для обучения сокланусов переросли в нечто большее, и я стала уже просто рассказывать о том, как проходят наши кланвары. Я стала замечать, что это в принципе интересно сторонним людям, которые случайно находили мой канал, и писали, что да, весьма интересно наблюдать за вашим развитием, выкладывайте дальше ролики, мы будем смотреть. И где-то в апреле-май 2015 года мне предложили сделать первый стрим. На самом деле о стримах я в прошлом только и мечтала, и думала, что такого мне никогда не добиться, и это весьма сложно. Однако же вот спустя какое-то время я уже сама стример, и я помню, как я волновалась, как дрожали коленки перед первым стримом. Это была очень большая массовка, играла сборная Узбекистана против сборной Казахстана, 50 на 50, и мне нужно было в прямом эфире комментировать их атаки. Было очень страшно, очень волнительно, но на самом деле с этого как раз таки все и началось, и я не жалею, что судьба занесла меня как раз таки на ютубе и на стримы. Конечно, я не могу сказать, что все всегда получалось легко. Часто возникали ситуации, когда люди пытались строить нам козни. Также были и такие периоды, когда, казалось бы, ребята, которые состоят в нашей команде, наша поддержка, наша опора, нас просто предавали. Это было действительно очень тяжело морально, и каждый раз в такие моменты просто хотелось больше уже никому не доверять и полностью от всех отгородиться. Но, однако же, все равно оставались всегда те люди, которые могли поддержать, которые могли помочь в этот период акклиматизации, вот понимание того, что этот человек тебя предал, и на самом деле это реально дорогого стоит. Такая ситуация была на нашей 250 побед в клане Dark Masters, но, однако, я не очень хочу возвращаться к этой теме, об этом уже было сказано достаточно. И нечто подобное планировалось на 300 побед, собирали тоже целую сборную с разных кланов для того, чтобы выловить Dark Masters, но по каким-то причинам это не получилось. И то же самое планировали сделать и на 3 года в клане Dark Masters, однако же и об этом. Мы узнали заранее и сделали, конечно, все возможное, чтобы этого не произошло. Ну и вообще для всех любителей устраивать праздничные мероприятия для других кланов, я все-таки советую сначала переговорить с самими именинниками и поспрашивать, что именно они хотят. А то, знаете, получается, что два раза собирали 50 человек, пытались нас выловить, пытались что-то кому-то доказать, но в итоге все коту под хвост и ничего не получилось ни в первый, ни во второй раз. Как раз пока я все это рассказывала, на фоне вы могли видеть атаки с нашей победной юбилейной КВшки на 3 года. Мы играли с кланом из Америки, клан оказался весьма интересный, у ребят были очень интересные своеобразные планировки, и можно было приравнивать это КВ, в принципе, к дуэли по сложности баз. Самые красивые атаки я сегодня показала, также хотелось бы сказать огромное спасибо всем гостям, которые были на нашем дне рождения, спасибо большое, что пришли, спасибо, что отметили наше дне рождения вместе с нами, и, конечно же, всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok